Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Вы прохождение летспайны на ютубе. Милости прошу всех, буду рад вас там увидеть. Ну что же, мы завершаем сегодня, как я уже и сказал, карьеру за игрока в Prevolution Soccer 2021. В общем и целом, мы заканчиваем просто эпопею со мной. Я подумал, зачем уже в двух играх мы создали меня, так называемого, играли за меня. Попробуем мы с FIFA 22 создать свою вселенную, как это было у Рухи. Ну и до сих пор продолжается эта его вселенная, там и Рухалдини, и Иван Дебобин, то есть все вместе. Поэтому мы попробуем создать что-то свое. Также, кому интересно поучаствовать в создании этого будущего футболиста, который будет входить потом в нашу вселенную, не забывайте заглядывать во вкладку сообщества на моем ютуб канале. Там частенько выходят голосования, опросы, поэтому участвуйте в них. И оттуда уже буду я отталкиваться, как создавать того или иного персонажа. Ну что же, давайте будем заканчивать. Мы сейчас играем, если я не ошибаюсь, полуфиналу, да? Получетверть финала. Четверть финала, но у нас сейчас игра за сборную России. И у нас 54 плюс 9, я запомнил. Пропускаем матч. Мы проиграли голландцам 2-0. Все так же у нас 54 плюс 9. Ну и второй матч. Обыграли португальцев 3-1. Дубль я забил в этой игре. Ну неплохо. Ну что же, у нас игра за Манчестер. Ренетт против Барселоны, против своей же бывшей команды мы будем сейчас сыграть. С Барселоном мы в том году-то и выиграли как раз, если я ничего не путаю, Лигу Чемпионов. Но сейчас постараемся выиграть с Манчестер Юнайтед. И тут нам в соперники в четвертьфинале попадается моя бывшая команда. Играем первый матч дома на Олд Траффорде. Составы на ваших экранах. Лига Чемпионов, четвертьфинал, Манчестер Юнайтед, Барселона. Поехали. Итак, Олд Траффорд, Лига Чемпионов. Атмосфера на этом стадионе, мне кажется, просто незабываемая. Особенно в Лиге Чемпионов. Тем более на такой-то еще и стадии очень важной. Чемпионов, четвертьфинал, Манчестер, Барселона. Поехали. И мы пропускаем. 14-я минута. Антуан Гризман забивает головой с подачи от Филиппа Луиса. Ну вот так вот выскочил. ДХ не смог отразить этот удар. Ну причем он в притирку со штангой был. От штанги и забил Антуан Гризман. И вот так вот мы забиваем своей бывшей команде. Я не знаю, как здесь не праздновать, поэтому давайте просто скипнем празднование. Посмотрим лучше еще раз на этот гол. Здесь в касании быстро на меня отдали. Продавили. Ну и левой ногой под подмышку мы Терштегену забиваем. 1-1 перед самым перерывом Манчестер сравнивает счет. И мы забиваем второй. Вот так вот. 66-я минута. Вроде Барселона вела по ходу матча. Пропустила в концовке. Но тут умогла и расслабленность игроков Барселоны. Но здесь вот просто вообще никто не держал. Мне даже не пришлось входить в штрафную. Просто хорошим, подкрученным ударом. Но мне казалось, что Терштеген может этот удар вот отбить. Но чего-то не хватило для отбития этого удара. Ну что же, финальный сесток. Минимальная домашняя победа. Манчестер обыгрывает Барселону, проигрывая по ходу матча. Но благодаря моему дублю мы спасаем игру. Ну что же, за 45 матчей сезона я забил 44 мяча. И отдал 11 голевых передач. Итак, сейчас у нас такой мини-перекур. В английской премьер-лиге играем на выезде против Шеффела. И дальше уже сразу игра в Барселоне. Составы на ваших экранах. Шеффелд принимает Манчестер. Поехали. Итак, Брама Лейн. Шеффелд Юнайтед против Манчестера Юнайтеда. Английская премьер-лига. Поехали. И какой классный гол-то сейчас получился, а? На шестой минуте в стеночку мы отыгрались с Маркусом Решфордом. И забиваем гол. Давайте еще раз посмотрим. Очень он интересным и красивым получился. Вот здесь отдал пас на грани практически офсайда. Решфорд останавливает мяч Робона. Дает на меня и я с ней рабочей левой ноги. Закручиваю мяч в ближний угол. Пытался, во-первых, и по силе в девятку там попасть. Но получилось так, что и даже посередине ворот. Вот так вот именно по центу так получилось пробить. Но вратарь все равно не смог отбить. И все, заканчивается матч. Минимальная выездная наша победа. Благодаря ему единственному мячу, забитому в конце. Вообще в конце, конечно же. В начале матча очень быстрый гол получился. С Решфордом хорошо так распасовались. И все супер. 1-0. И уезжаем со стадиона с победой минимальной. 7-5 у меня оценка. Итак, после 33-го тура мы все так же на первом месте лидируем в 6 очков. За 46 матчей сезона я забил 45 мячей. Я дал 11 голевых передач. Итак, у нас сейчас ответ на игра в Лиге Чемпионов. Играем уже на Камп Ноу. Барселон забил один мяч на Утрафарде. Поэтому им сейчас достаточно будет забить 1 гол. И вот этот ничейный результат 2-2 будет в их пользу. Поэтому нам надо сегодня обязательно забить. Ну, а Барсе придется забивать тогда 2 мяча. Поэтому посмотрим. Барселона и Мью. Поехали. Итак, Камп Ноу. Мы возвращаемся на этот стадион, на котором мы играли в прошлом сезоне. Вместе с Барселоной. Ну вот. Пришло время вернуться. Но уже в рамках Лиги Чемпионов. И выступая за другую команду. И отлично. 1-0. Манчестер выходит вперед на 8-й минуте. Ну ладно, решил и отпраздновать. Тут сальтушки забыл. Ну, на Камп Ноу. Чего бы не отпраздновать? Хотя сейчас вообще, наверное, весь стадион меня освистал. Ну хорошо. Здесь, смотри, как сквозной пас. Еще и правой ногой от штанги. Мы забиваем. Счет у нас 3-1 в серии. Ну и, как и сказал, Барсе нужно будет забивать сейчас еще 2 мяча. И отлично. Забиваем дубль на Камп Ноу. Счет уже 4-1 в нашу пользу. 2 мяча. Манчестер забил на выезде 2. Барса в прошлом матче забила нам 1. Ну вот мы забили 2. И теперь нужно Барселоне забивать за эту игру 4 мяча. Если они забьют 3, они сравняют счет в серии. Но все равно вот 2 этих мяча сейчас на Камп Ноу в нашу пользу. Поэтому 4 мяча Барса вряд ли забьет за оставшиеся 60 минут. И отлично. 3-0. Манчестер громит Барсу на Камп Ноу. Я можно сказать, что типа отдал голевую. Но там Умувар потерял мяч. Штрафный доборолся до конца. Поэтому, так сказать, это наша такая народная голевая передача. И мы забиваем хэтрик. Мы забиваем хэтрик Барселоне на Олд Траффорд. Конечно, Олд Траффорд. На Камп Ноу. Хэтрик бывшей команде. 61-я минута. 4-0. Во-первых, давно таких у нас крупных побед в Лиге Чемпионов на столь дальних стадиях не было. А тут еще и над Барселоной. Которая сама по себе как бы такой гарант авторитета в мировом футболе. Просто сильная команда. Еще и бывшая. Поэтому обидно за Барселону. Ведь они действующие обладатели Лиги Чемпионов. И вот на данный момент счет двухматчевого противостояния 6-1. И вот хороший момент. Унувар выходит вперед и забивает дубль. Ну, вы просто посмотрите на эту команду. Хорев и Унувар в Манчестере сделали игру на Камп Ноу. Супер. Ну, а тем временем мы забиваем покер уже на 90-й минуте. Замечательно. Ну, а мы пропускаем Дембеле на 96-й минуте. Забивает. Делает счет 6-1. Ну, и как-то так. Вряд ли уже что-то это, естественно, им поможет. Но счет буквально похож. Кстати, он такой вроде и был, да. Матч Барселона-ПСЖ на этом же стадионе тоже вроде четвертьфинала-то был. Тоже Барса победила. Правда, в тот матч 6-1. Ну, а здесь победили мы. Забил Япокер и Унувар забил дубль. 8-5 у меня оценка. Ну, что же. В других четвертьфиналах Мидлэнд в дополнительное время переиграл все-таки Ливерпуль. Аталанта в дополнительное время переиграла Бенфику. Мы прошли Барселону. Ну, а Армения прошла Интер. Поэтому здесь у нас дальше все вроде легкие соперники Мидлэнд и Аталанта и Армения. За 47 матчей в сезоне я забил 49 мячей и отдал 11 голевых передач. Итак, сразу же после матча с Барселоной на Кампу Ноу-6-1 мне приходит предложение. И приходит от ПСЖ от нашего бывшего клуба, который, кстати, перешел из Ювентуса, если я не ошибаюсь. Из ПСЖ я уже вроде как перешел в Барселону как-то так. Они мне предлагают 66 миллионов в год и на сколько? На 5 лет? Серьезно, там 30-й год они, да, на 5 лет мне предлагают. Ну, вот как-то так. Я вот даже сейчас не знаю, где это посмотреть можно. Это не здесь. История там как-то список достижений. Да, вот здесь. Да. А, нет, мы еще в Баварию. Да, я вспомнил, мы еще в Баварию успевали сходить. Вот. Это именно вот перед Баварией было. Поэтому. А сколько вот у меня, как посмотреть, сколько у меня сейчас зарплата в Барселоне? Потому что предлагают нехило 66 миллионов евро в год. Но мы в любом случае отклоняем, потому что у нас это конец карьеры. Но сейчас у нас домашняя игра против Бернли. Они идут на девятой строчке. Также мы видим, что в полуфинале мы сыграем против Армении. И первый матч у нас будет на выезде. А пока что Манчестер Юнайтед Бернли со состава на ваших экранах. Английская премьер-лига. Так, стоп, никуда еще мы не поехали. Форма меня немножечко не устраивает. Вот так вот уже более-менее. А теперь поехали. Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Бернли. Манчестер Юнайтед в последней игре вынес Барселону 6-1 на Камп Ноу. Мы посмотрим, осталось ли у них сил для английской премьер-лиги. Хоть они здесь идут тоже на таких лидирующих позициях на первом месте, но тоже будет интересно не расслабиться или не перед таким слабым соперником. Ну что же, как я и говорил, у Манчестера не хватило сил на Бернли после Барселоны. Поэтому нули на Олд Траффорде. Ну и после 34-х туров мы лидируем все так же на 7 очков опережая Манчестер Сити. Итак, сейчас у нас соперник Водфорд. Играем на выезде. Они идут ниже 10-й строчки. Этот матч у нас, так сказать, предматчу в полуфинале Лиги Чемпионов. Поэтому снова посмотрим, хватит ли нам ротации для того, чтобы сыграть уверенно с Водфордом и в Лиге Чемпионов. Ну что же, составы вы увидели. Водфорд, Манчестер. Поехали. Итак, Викарейдж раут Водфорд против Манчестер Юнайтеда. Английская премьер-лига. Поехали. И отлично. Перед самым перерывом пушечно сейчас простреливаем в ближний угол. Ну и даже вот такой вот опытный голкипер, как у Водфорда, не смог отразить этот удар. А вроде как и отразил, но мяч все равно в свои ворота отбил. Ну что же, 1-0. Мы выходим вперед перед самым перерывом. И какой гол мы сейчас забиваем. Мас подкрутки, бильярдный. Просто замечательно. В самую шестерку, мне кажется, мы сейчас этот мяч заложили. Давайте успеем, наверное, посмотреть на повторе. Мне вот очень интересно. Здесь очень хорошо поборолись с восьмым номером. Ну и здесь вот с левой ноги, с моей нерабочей, хотя у меня уже там, наверное, по статам она как и рабочая. Ну вот, хорошо пробросили, корпус поставили. Ну да, в самую шестерку. Ну отлично, 2-0, забиваем дубль. И все, заканчивается матч. Уверенная выездная победа. Мой дубль нам приносит 3 очка. 7-5 у меня оценка. После 35-го тура мы лидируем все так же 7 очков 1 гол и отдал 11 голевых передач. Итак, ну а сейчас у нас выездная игра в Лиге чемпионов против Армении. Так что Армения против Манчестера. Составы на ваших экранах. Ну, кстати, вот состав Армении это не посмотрел, но это практически как Борусия Доргун, потому что там Санчо мы видим, Вицель, я думал Холланд где-то еще здесь бегут, но нет, там Малин, которого в реальной жизни подписала Доргунская Борусия, Миралес и ну Делэйни, поэтому тут уже как бы такое себе Сулеймановым я вижу на скамейке запасных, поэтому будет интересно. Поехали. Шуха Арена, Армения принимает Манчестер Юнайтед. Поехали. И отлично, со второй попытки все-таки получилось пробить в створ 43 минута мы выходим вперед и забиваем причем еще и выездной гол. Ну что ж, заканчивается матч, минимальная выездная победа в Лиге чемпионов в полуфинале против Армении вообще замечательно, хотя бы один гол у нас получилось забить на выезде, так что более как-то поспокойнее будем дышать на Олд Траффорде. За 50 матчей в сезоне забил 52 гола и отдал 11 голевых передач. Ну что ж, а сейчас у нас вроде как серьезная игра, все-таки играем против третьего места английской премьер-лиги, мы их вроде выбили из то ли четвертьфинала Кубка Англии, то ли из полуфинала, вроде из четвертьфинала, если я ничего не путаю, ну и также у нас сейчас будет дальше игра против Армении в Лиге чемпионов, ответная игра, поэтому надо как-то сейчас вот Сульшеру ротацию состава придумать, но он меня все так же выпускает в очередном матч сезона. МЮ против Улверхемптона, поехали. Итак, МЮ против Улверхемптона на Олд Траффорде, английская премьер-лига, поехали. И замечательно, 1-0, 51-ая минута, Манчестерин этот выходит вперед, забивает, кстати, Иконэ. И все, заканчивается матч, у нас минимальная домашняя победа над Улверхемптоном и оказывается она еще у нас стала чемпионской. Мы стали обладателями премьер-лиги, поздравляем всех болельщиков Манчестер Юнайтед, вот так вот. Ну, мне кажется, это очень важный трофей в моей карьере. Я выиграл вроде везде чемпионат, в котором играл, кроме вот российской премьер-лиги, если я не ошибаюсь, и бундес-лиги, вроде с Баварией, мы тоже не выигрывали, а так и с Ювентусом, и с ПСЖ, вот сейчас с Барселоной, с Манчестером, поэтому всех поздравляю, мы обладатели премьер-лиги. После 36-го тура мы все так же лидируем на первом месте и у нас лидерство в 7 очков. Ну что же, у нас сейчас матч против Армении, в ответном полуфинале Лиги Чемпионов, дальше игра с Арсеналом, потом в финале Кубка Англии, ну и концовка сезона, как и карьеры, сейчас у нас будет с вами происходить. Кстати, нет, Холланд они не продали, вот он Холланд, ну а теперь здесь смотрите, у них и Бранд, и Санчо, и Холланд, ну, усилились они перед ответной игрой, в которой все и решится. Поехали! Итак, Олд Траффорд, Манчестер Юнайтед против Армении. В первом матче мы их обыграли со счетом 1-0, сейчас посмотрим, что из себя покажет вот эта вот немецкая, так сказать, машина, потому что все-таки дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, ну и посмотрим, навяжут ли они нам, конкуренцию в Лиге Чемпионов, тем более еще и при наших родных болельщиках. И отлично, 1-0 на 70-й минуте мы выходим вперед, забил никто иной, как Даниэль Перотти, ну а я там получил, кстати, травму, валялся вот здесь, да, по ногам не срубили, и продолжительное время я оставался на газу, не знаю, заметно меня сейчас или нет, но нет, вроде как остаюсь на поле. И замечательно, еще и Голливуя даем на Антони Марсиале, 85-я минута, 2-0, ну и все, мне кажется, все мы здесь и решили. За 5 минут, счет у нас общий, в дух матча, про состояние 3-0, спокойно выходим в финал. И все, мы выходим в финал, уверенная, домашняя победа, Голливую передачу отдал на Марсиале, так что, как-то, да и поучаствовал в этом матче. Ну а в ответной игре вышла Аталанта, так что будем смотреть, играет ли там до сих пор Алексей Миранчук или нет, ну а финал интересный, мне кажется, будет. За 52 матча я забил 52 мяча и отдал 12 голевых передач. Итак, сейчас у нас интересный матч, мы играем на Эмирейтс, последний раз мы там играли в кубке, в четвертьфинале против Уолверхэмптона, посмотрим, как сегодня сыграем против Арсенала, составы на ваших экранах. Арсенал против Манчестера, поехали. Итак, Эмирейтс стадиум, Арсенал принимает Манчестер Юнайтед, уже чемпиона Англии, поэтому, да, уже даже и финалиста Лиги Чемпионов, мы готовы выигрывать там и финал Кубка Англии против Манчестера, у нас следующая игра, будет интересно. Все-таки мы забиваем, затолкали этот мяч, 17-я минута, вроде как Дони Ван Дебек забивает, и мы выходим вперед. И супер, голевая передача на дубль Ван Дебека, 51-я минута, делаем счет 2-0. И замечательно, забиваем и мы уже на 83-й минуте, делаем счет разгромным, 3-0. И все, заканчивается матч, разгромная победа Арсенала, конечно же еще впереди, может быть и Дони над нами, ну а мы побеждаем со счетом 3-0. Ван Дебек забивает дубль, на один из его голов мы отдаем голевую передачу, у нас гол плюс пас, лучшим скорее всего станет Дони Ван Дебек, сейчас мы посмотрим. Но так, смотрите, Арсенал мог победить 3-0 нас, если мы бы вообще не били по воротам, они бы хотя бы раз, три хотя бы вот, из всех тех трех ударов попали бы в створ. Ну а пока что так, нет, кстати, я стал лучшим игроком, 7-5 у меня оценка, у Ван Дебека 7-0. После 37 туров мы все так же на первом месте на 7 очков лидируем от Манчестер Сити. За 53 матча забил 53 гола и отдал 13 галевых передач. Ну что же, сейчас у нас финал, финал Кубка Англии, идем ко второму нашему трофею с Манчестер Юнайтед, постараемся его сегодня выиграть, играем против Манчестер Сити, прошлый матч вроде как закончился в ничью, 1-1, или нет, мы выиграли вроде минимально, тогда Сити вышли вперед на первых минутах и мы уже тогда их выиграли. Кстати, Ладыгин на воротах в Манчестер Сити, поэтому постараемся забить ему. Сити против Юнайтед, Поехали. Поехали. Итак, Уэмбли, Манчестер Сити против Манчестер Юнайтеда, финал Кубка Англии, поехали. Манчестер Манчестер Юнайтеда, сейчас дополнительное время нам написали будет, но посмотрим, не знаю, получится ли у нас забить в допы, либо же игра перейдет в серию пенальти. И все-таки я забиваю. На 115-й минуте у меня получилось забить. Я не знаю, сейчас в какую сторону бегу, где у нас скамейка запасных. Надеюсь, что я в правильный побежал, но мне кажется, что-то нет. Может, когда скамейки бегут, хотя я вообще не знаю, скамейка вроде вообще в другой дастер не было, но не суть. Главное, мы забили. Важный очень гол в дополнительное время. Так что серии пенальти скорее всего не будет. И все, финальный свисток серии пенальти не будет, как я и сказал. Мы выигрываем Манчестер Сити снова, кстати, с таким же счетом 2-1. Правда, здесь нам теперь пришлось попотеть до дополнительного времени и выиграем Кубок Англии. В Англии мы выиграли все, то есть не зазря съездили в конец нашей карьеры в Англию завершить именно здесь. Так что все замечательно. 7-5 у меня оценка. За 54 матча забил 54 голов и отдал 14 голевых передач. Ну что же, сейчас у нас последняя игра в Английской премьер-лиге. Играем дома против Сток Сити. Так что будет замечательно попрощаться с болельщиками, которые приходили по ходу этого сезона на наши домашние матчи. Вот таким вот замечательным матчем. Финальным Манчестер-Ренетт против Сток Сити. Поехали. И так, Олд Траффорд, как я уже и сказал, финальная игра в Английской премьер-лиге. Надеюсь, болельщики поддержат нас сегодня на трибунах. Особенно меня. Прощаюсь я вообще в целом с футболом. Последний матч будет это финал от Лиги чемпионов. И все, заканчивается матч. Нулевая ничья. Не получилось у нас как следует попрощаться с болельщиками. Хотя было вот три удара, правда, ноль в створ. В Сток Сити даже поточнее были. Но у нас вот, к сожалению, не получилось. Вот такая вот итоговая у нас турнирная таблица на пять очков. Мы опередили вторую строчку. И вылетает Лидс, как раз тот же Сток Сити, который мы сейчас сыграли в ничью, и Борнут. Итак, мы попали в символическую сборную. Единственные, кстати, из Манчестер Юнайтед. Ну что же, у нас последняя официальная игра. Дальше идет там, я так понимаю, против за сборную лучших 11 игроков мы будем выступать против Лануса. Вроде так называется этот клуб. Но сейчас у нас Лига Чемпионов. Финал Манчестер Юнайтед против Аталанта. Алексей Миранчук тоже в старте. У нас получается только А где Стоцкий? Вроде у нас же был еще и Стоцкий. Его не взяли на финал Лиги Чемпионов. Так бы было три россиянина, участвующих в финале Лиги Чемпионов. Но оказалось, нет, будет только двое. еще и в разных командах. Интересно. Манчестер Юнайтед против Аталанты. Поехали. Ну что же, у нас еще и финал на Камп Ноу, где Манчестер уже побеждал со счетом 6-1 Барселону. Для меня этот стадион дал многое, потому что я пришел туда из Баварии, в которой сезон у меня не очень-то и заладился. Но все-таки перезагрузил свою карьеру именно в испанском клубе. Выиграли мы тогда в прошлом году Требл. Сейчас стремимся с Манчестером выиграть Требл. Выиграли вот английскую премьер-лигу, Кубок Англии. Вот сейчас последний заветный трофей в моей карьере. И все, заканчивается у нас основное время. Ничья 0-0. Самый, наверное, скучный финал за последние года. И все, заканчивается у нас матч. Счет 0-0 у нас предстоит лицезреть, нам предстоит лицезреть серия пенальти. Серия пенальти, я не знаю, покажут нам или нет, какими будем быть мы. Мы будем быть третьими. Поэтому я просто не знаю. Но сейчас все, друзья, решится, выиграем ли мы Требл с Манчестером или нет. Просто вот такие вот вам эмоции под конец нашей карьеры. На этом мы и завершим серия пенальти финальной Лиги Чемпионов. Что может быть лучше для закрытия нашей вот истории. Итак, Пероти подходит к мячу. Первый удар в серии. 1-0 замечательно развел. Шикарно. Дуван Запата против Давида Дехея. Ну и здесь тоже нападающий Аталанта разводит капитана нашей команды Мэйсон Гринвуд. Мэйсон Гринвуд. Второй удар Манчестера. Удар. Ему и тоже развел. В тот джунгл пробил. Он пока что все влево прыгает. Йосип Ильичич подходит против Давида Дехея. Ну и отлично Дехея отбивает. Угадал. Ну что же. Я видел куда бил прыгал точнее голкипер у Аталанта он пациент прыгал вот в левый угол не знаю если мы сейчас просто сильно но мне кажется это выше ворот мы просто должны прошить. Но он здесь все-таки уже угадал он три раза подряд туда прыгал я думаю ну два раза точнее я думаю третье он уже туда не прыгнет. ну ладно сейчас лишь бы отбил Дехея удар Гомеза но нет Гомез разводит и это 2-2 и так Бруно Фернандеш главный наш пенальтист разводит отлично и это 3-2 и так коллег жюри против Дехея удар но это в самую девятку там практически и вот теперь пошли такие вот решающие удары сейчас Хуан Мата подходит к мячу разбег удары и забивает отлично и сейчас все решает если Аталанта не забивает Аладжи Аладзиньо наверное так правильно читается у него фамилия подходит к мячу он свеженький его вроде во втором тайме выпустили удар ну и Дехея берет отлично хоть мы и смазали пенальти в финале Лиги Чемпионов последним для нас мы берем очередную вот эту вот трофейницу нашу главный еврокубок Европы да можно сказать и мира вообще это просто главный трофей мира потому что ну вот сильнее турнира чем Лиги Чемпионов мне кажется еще никто ничего не придумал поэтому все 10 ударов у нас 7 створ но ни одного мяча мы не забили я стал лучшим игроком финала хоть и не забил пенальти ну что же у нас остались последние матчи там за сборную России поэтому давайте мы проведем 56 плюс 9 у нас сейчас идет ну и просимулируем до конца ну проиграли сборной Германии 3-0 но вот уругвай мы обыграли 1-0 минимальненько так ну и забили решающий гол ну что же у нас последняя игра я так понимаю ну да это обладатель клубного чемпионата мира Ланус мы играем против этого клуба как лучший против ну вот да Ланус за World Selection лучшие игроки сезона разгромили их 3-0 замечательно ну а рейтинг кстати у нас еще и упал под конец вот нашего сегодняшнего выпуска и конец нашей карьеры ну что же дальше у нас остается уже только перейти в следующий сезон это значит что мы подводим сегодня итоги вообще в целом нашей карьеры ну и начнем давайте с Лиги чемпионов закончим этим сезоном так сказать лучшим бомбардиром стал я 14 забитых мячей кто бы сомневался лучшим ассистентом стал Вальвер да у него 6 ассистов но из Манчестера вот у Гринуда и у Нувара по 4 голевым передачам у меня кстати вот одна я на 40 месте так ну что же кубок Англии давайте посмотрим рейтинг голов я на первом месте у меня 9 забитых мячей рейтинг голевых передач у меня их 3 я тоже иду на первом месте если здесь сборная турнира да она есть здесь целых 3 футболиста из Манчестера Юнайтеда ну и вот индивидуальные титулы смотрите я лучший игрок турнира лучший ассистент лучший бомбардир ну и Сульшер как главный тренер чемпионской команды ну что же лучший бомбардир в английской пример лиги я кстати на 3 мяча только опередил хуньера Марайса ну тоже неплохо сейчас бы поставить кто лучший ассистент здесь Трент Александр с 12 голевыми и я кстати иду с 10 делю вторую строчку с Даниэлом вроде бы Даниэл зовут Райс поэтому как-то так ну и индивидуальные титулы вот я лучший игрок сезона и лучший бомбардир как-то так все даже не знаю что вам еще здесь показать вроде все завершаем на этом нашу карьеру вот посмотрим список достижений так сказать там вроде должны нам показать Манчестер Юнете да ну что посмотрим в среднюю статистику вот здесь вот мы отыграли полный сезон за Зенит 45-13 плюс 4 54 мяча за сезон ну конечно не лучшая статистика но вот кстати по ассистам это было лучше за последние вот 3 года в ПСЖ я 28 отдавал и то там вроде вот за ПСЖ это 2 целых года было поэтому мне кажется 14 голевых передач ну вот в Зените я даже повторял это один из лучших моих результатов по ассистам поэтому как-то так по голам самый большой рекорд у меня за сезон наверное все-таки за Барселону 61 матч 61 гол ну а так 70 забитых мячей за ПСЖ за 2 года также 2 года я отыграл в Ювентусе там забил правда 60 причем еще и матчи больше сыграл чем в ПСЖ поэтому как-то так в любом случае сейчас в конце под финальную музычку вам сделаю все трофеи которые я выиграл все такие достижения лично игровые для вас поэтому всем большое ребят спасибо кто был с самого начала благодаря вот этой карьере за игроком сейчас и существует мой тысячный канал благодаря проеволюшн зокеру 21 тоже поэтому и благодаря вам огромное вам спасибо за поддержку этой рубрики надеюсь что вам она действительно зашла по просмотру уж точно это сейчас самый популярный ролик на моем канале первый выпуск ареды за игрока надеюсь FIFA 22 будет ничуть не хуже поэтому обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы с вами был Андрей канал футбол это же до новых встреч друзья всем до свидания